Добрый вечер, Александр Ильич. Закончился матч Спартак-Торпеда Владимир. Закончился нулевой ничью. И Ваши впечатления традиционно от этой игры? Ну, если, наверное, в целом говорить, игра была, наверное, равная. Первый тайм неплохо провели. Во втором тайме больше, наверное, инициативой владел Владимирской Торпеды. Моменты создали, наверное, парочку, когда могли забить. У нас, к сожалению, второй тайм не очень получился. Но если брать общую картину, то после тех, как сказать, напряженных дней, которые мы провели перед этой игрой и вообще перед возобновлением чемпионата, наверное, счет 0-0. Одно очко взяли. Можно, наверное, в актив занести. Еще раз повторю, по нашим всем делам. В целом, неплохо. Ребята, самоотдача хорошая была. Моменты создавали. 0-0, еще раз повторю, что неплохой результат на данный момент для нас. Ну, сегодня в стартом составе были некоторые, наверное, для болельщиков неожиданности. В качестве нападающего вышел Алексей Горюшкин. Чем это объяснялось? Не вышел Евгей Кудаку, опять же. Максим Нестеров. Ну, мы, как бы, подготовки наигрывали такое сочетание. Максим Нестеров немножко у нас, как бы, в предыдущую игру не очень хорошо вошел. Ну, травма у него была, тем более молодой парень, неопытный еще. Вот, через такие, как бы, перипетии набирается опыта и расти будет. Алексей Тынский неплохо сыграл на данный момент. А то, что касается Худако, мы решили так, что Максима Ширяева наигрывать на этой позиции. У нас в опорной зоне неплохо выглядит. Виктор, Виктор, решили остановиться на этом. Да, вот, кстати, хотел задать вопрос. Виктор, это вот на эту тука игру или это будет на его соблюдение постоянно? Ну, я не буду сидеть секретаром, а раскрывать. В принципе, неплохо он на эту позицию смотрится. Много одинопорств выигрывает. То, что и нужно, и требуется от опорного полузащитника. Немножко, может быть, где-то в организации теряет. Но человек, наверное, сыграл всего-то три игры, может быть, даже две с половиной. Опытный, знает, как надо играть. Я думаю, что неплохо на эту позицию смотрелся. В предыдущей игре и в этой. Местами игра носила достаточно жесткий характер. Были нарушения, были такие грубости? Ваше мнение по всему этому было? Ну, знаете, футбол – сконтактный вид спорта. Я не скажу, что, может быть, грубости там. Да, неаккуратно, жестко играли. Ну, видите, мужская игра, единоборств. Они как бы преследуют. Никто не хочет уступать на каждом участке поля. Я думаю, что ребята не держат такого, чтобы кого-то там убить. Игра, она есть. Игра жесткая. Борьба на каждом участке поля за инициативу. Она это подразумевает. Я видел, они все выходят вместе, потом обнимаются. Одно дело на футбольном поле, и другое дело уже за пределами футбольного поля. У меня вопросов больше, если никого нет.